Сломать устои и стереотипы, изменить мнение о промышленности и бизнесменах. Такая задача под силу не каждому. Бороться с предрассудками способны лишь самые стойкие и талантливые. О том, как награждали журналистов, которым это удалось, расскажет наша съемочная группа. Второй всероссийский конкурс журналистов предпринимательства в России, истории, успехи, проблемы, собрал более 400 представителей СМИ. На этот раз они не рассказывали о событии, а были участниками. Изменить общественное мнение о людях бизнеса и сломать образ жадного эгоистичного промышленника. Задача не из легких. В условиях экономического кризиса и нестабильности во всем мире, тот класс людей, которые могут позитивно воздействовать на ситуацию и действительно создавать какие-то стимулы для экономического роста, это именно предприниматели. Принять участие в конкурсе могли работы, опубликованные или вышедшие в период с 1 декабря 2012 года по 1 октября 2013. Всего было представлено 7 номинаций с общим призовым фондом в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Нам важно было, чтобы предприниматели показывали СМИ как людей, которые, в общем-то, важная часть нашей жизни, нашего общества, людей, которые создают экономику, наверное, на объективность. СМИ – главный инструмент взаимодействия с обществом. Организаторы считают, что нужно чаще рассказывать истории успеха и неудач и показывать промышленников как людей с активной гражданской позицией и высокой социальной ответственностью. Это поможет не только наладить мост экономических отношений, но и привлечь в мир бизнеса новых людей с их смелыми идеями и проектами. Мария Калашникова, Илья Титов, Сергей Бойко. Телеканал «Просвещение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова